В России растет вероятность так называемой революции зарплат. То есть, когда работники потребуют увеличения окладов на фоне высоких окладов у участников СВО. Об этом говорится в отчете Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Более того, сами фронтовики по возвращении домой, скорее всего, не захотят опять работать за 30-40 тысяч рублей в месяц. Каковы варианты решения этой проблемы, выясняла наша съемочная группа. Дефицит кадров давно является одной из основных проблем экономики России. Но все чаще эксперты говорят о том, что к этому добавится и дилемма с повышением зарплат. Ведь сотни тысяч мужчин, которые ушли защищать интересы нашей страны на СВО, когда-то довернутся домой. Если на фронте их оклады начинались от 200 тысяч рублей в месяц, то наверняка многие из них потребуют повышения оплаты труда и дома. Вопрос только на сколько? Повышение 20-30 процентов, оно однозначно, оно коснулось нас уже сейчас. У нас сейчас уже повышаются зарплаты примерно в этом диапазоне. На 50 процентов, возможно, какие-то очень такие прям востребованные дефицитные специальности. И, естественно, это все равно будет связано с компетенцией вновь пришедшего сотрудника. Однако гендиректор другого тверского производства Анна Рыбакова считает, что едва ли руководители предприятий так легко сдадутся и уступят требованиям ветеранов. Ведь экономическая ситуация непростая. И затраты заводов и фабрик и без того заметно выросли. На станки и прочее оборудование. На расходные материалы и так далее. Поэтому лишних денег ни у кого нет. Во-вторых, а так ли легко будет участнику СВО найти альтернативу по возвращению домой? Люди, которые уходили на СВО из малых городов, из сельских населенных пунктов, где зарплаты невысокие, если они будут претендовать на высокую заработную плату, они просто не получат. Потому что им никто это не предложит. Что у них остается делать? Все равно придется идти и работать. Другого варианта нет. Ну, либо менять место жительства. А для русского человека один переезд, как известно, что два пожара. Наш народ маломобилен. Особенно, если это касается людей в возрасте около 40 лет и старше, которых сейчас на фронте особенно много. Есть еще и просто экономический аспект. Если прикидывать, а много это или мало? 40 тысяч или 60 дома? По сравнению с 200 или 300 тысяч рублей в зоне СВО. Он возвращается, устраивается на работу. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что он работает 5 дней в неделю. Не 24 часа в сутки, а всего лишь 8 часов. То есть в три раза меньше? И сейчас, если разделить эти 200 тысяч на те полученные числи, которые человек отрабатывает, то получится те же самые 50-60 тысяч. Конечно, можно предположить такой вариант, что работодатели, уступив требованиям участников СВО, да и остальных сотрудников, серьезно повысят зарплаты. В полтора, а то и в два раза. Однако они потом обязательно это заложат в стоимость продукции, что отразится на ценах промтоваров, продовольствия и так далее. А значит, инфляция попросу съест значительную долю, казалось бы, так сильно выросшего оклада.